На женщине колоссальная ответственность и правит миром женщина. Вам не в модельное агентство нужно? Я говорю, да нет, у меня вот смотрите, какой багаж. Это сейчас сенсация. Сидит мисс Селена и рассказывает, что только несколько лет назад поняла, что она красива. Я и моделью работала, не ощущала. Но если бы не было, я бы пошла точно в техникум на Травароведа. Ты же вытесняешь? Да-да. Может быть, мне нужно было разрешить все свои бытовые вопросы для того, чтобы всецело позволить себе заниматься тем, что я хочу. Все хотят быстрых результатов, но никто не хочет работать. А над собой эта работа долгая. И как найти себя? И как не сдаться посредине пути? Ты не сможешь никогда получить больше, чем ты отдашь. Время никого не щетит, Оксана уже не та. Это писали и тогда, когда я выиграла конкурс. Женщина, которая любит себя, от нее не уйдут. Нет. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Чебыкина, по-прежнему, как и раньше, на канале не принято обсуждать. Если вдруг еще на наш канал не подписаны, сделайте это, пожалуйста. Нас с вами почти 600 тысяч, эта цифра не может не греть. Это значит огромное сообщество людей, которым интересно смотреть длинные, простите меня за это, глубокие, искренние интервью. И спасибо за каждый ваш просмотр, конечно же, за каждый комментарий. Мы сегодня в нашей прекрасной столице, вы знаете, что мы любим снимать и в Москве, и в Питере, имея основную базу, нашу такую резиденцию в Екатеринбурге, для меня это кажется важным. И прилетели мы сюда по крутому поводу. Я редко волнуюсь перед интервью, но сегодня именно тот случай. Моя гостья и героинь сегодня Оксана Федорова, человек, который не нуждается в представлении. Звезда первой величины. Есть большое количество интервью в Ютьюбе, вы их поищите. Этапы ее биографии тоже написаны, масса статей. Пожалуйста, смотрите Википедию. Мне не хочется сегодня делать какой-то такой портретный сюжет. Я, посвятив много часов подготовки к этому интервью, хотела бы, знаете, сделать такое интервью-тренинг. Потому что Оксана точно та женщина, которая может быть, ну, если хотите, ролевой моделью для многих из нас. Не очень люблю это определение, ролевая модель. Ну, просто на современном языке будет понятно, что имеется в виду. Конечно, есть чему поучиться, есть о чем спросить. И не очень интересно перебирать подробности личной жизни, которые были на 200 тысяч раз обсуждены за последние 20 лет. Я хочу, чтобы вы послушали Оксану сердцем, чтобы она рассказала о том, как живет, как принимает решения, в какую сторону смотрит, что для нее важно, чем она сейчас дышит, чтобы мы все вдохновились, отчасти, может быть, присоединились к этому, наполнились какой-то энергией. Я надеюсь, что у нас получится. Дорогая, привет. Оля, привет. Большая честь. Спасибо огромное, что в своем плотном графике нашла время. У меня твои регалии все выписаны, но я думаю, что каждый из наших зрителей знает и майор милиции в запасе. Это легендарная история до мисс Вселенной, мировой красавицы, признанный кандидат юридических наук, между прочим. Посол доброй воли ЮНИСЕФ, благотворитель, меценат. Я, к своему стыду, не знала, насколько ты серьезно оперным пением занимаешься. Готовясь к интервью, это обнаружила. Мама двоих детей, жена, главный редактор, ремонт топикал, глянцевого, крутого издания, также создатель, вдохновитель премии ежегодной, когда вы чествуете женщин из разных сфер. Ну, в общем, перечислять можно долго. Ну, и, конечно, самое основное, это благотворительный фонд. Да, и детей со всей страны собираешь, помогаешь пробиться талантом, приобщаешь к классическому искусству. Вообще, такой образовательной, меценатской деятельностью занимаешься. Казалось бы, с одной стороны, такой предсказуемый выбор, потому что красавиц же изначально корону надели, и потом наделяют вот таким полномочиями. Да, наделяют полномочиями, когда победительница конкурса красоты еще должна посещать детские дома, больницы, хосписы. И, конечно, у меня все это было, и рождается отклик в душе. И не каждый продолжает этим делом заниматься. У меня так сложилось, что мне это нравится. Я поняла, что я в этом чувствую себя очень убедительно, органично, и я могу это сделать. Часть моей такой социальной, публичной ответственности. Когда я стала получать огромное количество писем с просьбой о помощи, так или иначе, в разных сферах. Потом еще детская программа. Мы с ней выезжали во многие города российские, и по благотворительным мероприятиям тоже, и много больниц посетили. И я поняла, что накопился опыт определенный. Потом шесть лет я была послом доброй воли ЮНИСЕФ, когда была эта организация здесь. И накопился опыт, и нужно его как-то было структурировать, направить в определенное русло. И я поняла, что нужно придать моей деятельности вектор, направление, характер. То есть нужно понимать, что эта структура должна работать. Если действительно это мое, часть моей ответственности, как человека публичного, и мне нравится общаться с аудиторией, особенно с детьми и подростками. Потому что, мне кажется, у нас происходит вот этот контакт. И, конечно, вот я организовала фонд, мы выбрали направление деятельности. Потом мы немножко меняли структуру, меняли программы наши. Ну, то есть жизнь, она не стоит на месте. Ты все время развиваешься. И то, что тебе было интересно 10-15 лет назад, уже неинтересно сейчас. Тебе нужно все время куда-то двигаться. И иначе ты будешь застревать, если нет целей. Потому что цели, они двигают эту жизнь. Правильно поставленные цели и правильно намеченные способы их достижения, они тебя развивают, обогащают, ты растешь, ты развиваешься и играешь совершенно новыми гранями. Это всегда интересно, это всегда непредсказуемо. И прежде всего интересно тебе самой. Не могу не спросить. Конечно, все зрители, особенно зрительницы, ждут этот вопрос про отказ от титула. Ты много раз это комментировала. Но ведь когда тебе дают титул, это контракт, и ты фактически выступаешь лицом. Ты такой не номинал, но, тем не менее, ты присутствуешь там, где тебе сказали. Приедь сюда, постой здесь красиво, мы тебя сфотографируем, а потом перевезем в следующую точку. Это ведь тоже не твое? Нет. На сегодняшний момент, если во мне не рождается отклик, и я понимаю, что это не мое и не для меня, конечно, я этого не делаю. Но всегда есть исключения. Есть, допустим, мероприятия друзей, которые тебе хочется поддержать от чистого сердца. Ты понимаешь, что для тебя это неинтересно, но не всегда ты используешь других людей только в своих интересах. То есть есть должностование в твоей жизни все равно до сих пор. Конечно, когда это идет от души, ты в этом находишь для себя интерес, и это приятнее. Но бывают, конечно, случаи, когда ты просто обязан это делать. На тот момент я не подписывала никакой договор, у меня не было контракта. Официальных документов, да, в моей ситуации у меня не было. Вот так получилось. И когда уже мы поняли, что этого нет, ну, на нет и суда нет. Но дело не в этом. Для меня это был конкурс, когда жизнь высветила меня как персоналии, как личность. И у каждого это свое. Например, какая-то дебютная роль в кино или какой-то проект. Первый хит у певца. Да, первый хит дает возможность человеку проявиться, обозначить себя в этом пространстве. Вот так у меня было. А дальше суть в том, что для меня была возможность, и так сложилось ситуативно, хотя все было против, и не я должна была ехать, и посольства были закрыты, визу не дали сначала. Платья у меня не было, ни композитки не видели, вообще ничего. И, конечно, так должно было случиться. Не рассчитывая на высокий какой-то результат, суждено было обозначиться в пространстве. Но потом у меня встал выбор, либо оставаться в Америке и продолжать обучение в школе кино и телевидения, либо возвращаться в Россию. И если бы, конечно, я не прервала эту историю, мне бы пришлось остаться там. И это был выбор моего дальнейшего развития. Где? С кем? И вот... В какой стране? В какой стране. Ну, вот так я решила. Я понимаю, что так должно было быть. Ну, каждая наверняка думала, ну, хоть раз пожалела, думала... Не сейчас из точки, знаешь, успеха, когда во всех сферах там все классно. А если выбор сделан, человек делает наилучший выбор в данную секунду, в данный момент. Смысл жалеть, потому что ты для себя лучший выбор сделал. Но, надо сказать, думать я об этом думала. Много раз фантазировала. А вот если бы так, вот если бы сяк. Безусловно, у нас много путей, у нас жизнь это как матрица вариативности. Я вообще не фаталист. Я верю в божий промысел о каждом человеке. Но у него есть свободная воля определять свою судьбу своим выбором. Человек может менять свою жизнь, траекторию движения. Он вообще все может поменять. Просто, в моем случае, положившись на волю свыше, потому что без воли Бога ни один волос с нас не упадет. Внутренняя такая поддержка и вера, что все будет хорошо. И твое сердце делает правильный выбор. То, что родилось, оно уже есть у тебя в голове. Оно просто так не родится. Нужно чуть-чуть смелости пойти на риск и просто понимать, что Господь, если Он позволяет, значит, так должно быть. То есть доверять вот этому высшему, мудрому замыслу. Да, наверное, вот доверять Вселенной, доверять жизни и прежде всего доверять себе. Потому что даже если ты делаешь ошибку, ты это проходишь, извлекаешь опыт. А если бы ты не сделал, ты бы это и не понял. Потом человек, конечно, выходит на другой совершенно уровень сознания. Он этого спустя какое-то время не выбрал бы. Но тогда нужно было это. Мы же растем, мы же не стоим на месте. Вот ты предвосхищаешь своим ответом мой вопрос, потому что ты очень сдержанно, очень деликатно. И я восхищаюсь этим, говоришь о личной жизни, в отличие от подавляющего большинства публичных людей. Потому что смакование подробностей, это вечный трафик. Это превращается сначала в медийность, потом в деньги, иногда напрямую в деньги. Это помогает развитию благотворительных проектов и еще чего-то. То есть чем громче ты звучишь, даже иногда тональность не важна. Но ты за этим так тонко следишь. Поэтому мы не будем этой тематике касаться. Очень много интересных тем, в которые хочется окунуться. Но вот возвращаясь, есть, не называя события, что бы ты не повторила в своей жизни? В личной, может быть, может быть, в профессиональной, может быть, где-то была сделка с совестью. И сейчас с высоты лет ты понимаешь, что лучше бы по-другому. Да, прошла путь, стала тем, кем стала, через это. У меня такой вопрос задали на конкурсе Мисселенная. Что бы вы в вашей жизни изменили? Ничего бы я не стала менять. Я думала на это. Тогда я машинально ответила, что я ничего не стала бы менять. И действительно, тем человеком, которым я стала, я обязана всем своим решениям, всем событиям, которые происходили до этого. И поэтому я бы ничего не стала менять. Может быть, я бы подумала, прежде чем поступить в школу милиции, потому что это было не совсем мое. Это не моя природа. Я по природе человек творческий. Но тогда я не понимала, не сложилась с музыкальным училищем, потому что я училась по классу гитары, а я очень хотела на фортепиано. Сказали, не можем взять. В музыкальной школе, когда я училась, мама не купила мне инструмента, мне пришлось перейти на класс гитары. А когда я уже хотела поступать и продолжать обучение, но только по классу фортепиано. Ваян же тебе предложили. Да, и у меня не было этого начального образования базового на фортепиано. И, конечно, я вот тогда психанула, у меня слезы истерика. Я думаю, ну ладно, раз так, пойду я в волейбол. Восемь лет я тоже занималась, пока училась в школе волейболом. Параллельно занималась. Думаю, ладно, пойду я в команду, уже буду активно заниматься. И сделала упор на спорт. И когда уже из нашей школы сделали милицейско-правовой лицей, вот этот выбор был таким. Но если бы не было, я бы пошла точно в техникум на Травароведа. Ты что? Да, потому что у меня жила в подъезде подруга, с которой мы дружили. Ее мама была заведующая магазином, была товароведом. И я видела, как у них все было. Хорошо живет. У них все было в изобилии. И мы там менялись одежды. Я говорю, все, я понимаю, кем я буду, я тоже так хочу. Если бы, конечно, не школа милиции. Вариантов много. Я это не озвучивала маме. Может быть, там четко, категорично дедушка бы стал впротив. Но мог бы быть и такой вариант. Поэтому, наверное, я все-таки не то, что жалею. Мне учеба в школе милиции тоже очень в жизни пригодилась. Но ты это понимаешь спустя время. Хотя надо было, конечно, дожать. И мы с мамой много говорили на эту тему. Она говорит, я просто несерьезно тогда отнеслась. Две работы у нее было. Я была предоставлена самой себе. Не направляла от себя, да? Да. Я шла сама. И, конечно, хотела, чтобы какой-то поддержки и совета. И мама взяла наблюдательную позицию. Говорит, это твоя жизнь, ты решай сама. И, конечно, моменты сложные. Мне было сложно. Особенно в подростковое время. Но, с другой стороны, я понимаю тот опыт, который накопился. И четкое ощущение осознания себя. И это не может сравниться с тем, когда у тебя есть благодатная почва и хорошие условия. Но это тоже не лишено смысла. Это тоже формирует человека. Ну, слушай, ты бы страну всю лишила такой истории. Это эпическая совершенно кинематографичная история. Из школы милиции. Такая красивая, тонкая, звонкая девочка в погонах. И потом на мировом вот этом подиуме Олимпе. Это в том числе восхитило. Ты же понимаешь, что если бы ты просто была девушкой из модельного агентства, которая завоевала титул, или даже товароведом, хотя в этом есть какая-то крутая ирония. Но, тем не менее, то, что вот в погонах эти люди нас берегут, охраняют, на страже там интересы стоят, это, конечно, было очень красиво. Друзья, всем привет еще раз. Я как носитель линз важную информацию вам сейчас скажу. 90% линз, которые в нашей стране продаются, американские. В конце мая они едва не попали под санкционные ограничения. Позднее запрет не утвердили. На этот раз повезло. Но ключевое в этом – на этот раз. А вот пользователей южнокорейских линз Адрия политика мало волнует, потому что Южная Корея к санкциям не присоединилась, а поэтому поставки линз Адрия абсолютно стабильны. Из продажи не исчезают, ценники не растут. Линзы Адрия производятся по самым передовым технологиям. А по качеству и безопасности они не уступают привычным линзам западных брендов. Адрия сделаны из супердышащего силикон-гидрогеля и пропускают более 99% кислорода к роговице. Линзы Адрия имеют особую асферическую форму. Это значит, что картинка будет одинаково четкая и в центре, и по краям поля зрения. А это очень важно. Все мы, кто с этим столкнулся, знают. Такая технология называется HD-зрение. Вот как это выглядит. А еще четкое, буквально кошачье зрение в сумерках. Особенно это оценят автомобилисты и любители, например, вечерних прогулок. Фонари и фары машин не будут расплываться в такие слепящие пятна. Двойное увлажнение снимает риск покраснений и чувство песка в глазах даже после 12 часов у экрана компьютера или смартфона. У Адрия есть даже защита от ультрафиолета. Ну, представьте, это как крем от загара для кожи, только для глаз. Высокотехнологичные силикон-гидрогелевые линзы Адрия из расчета на месяц обойдутся вам всего в 550 рублей. И важно, эта цена не растет. И никаких перебоев с поставками и санкций. Корейские линзы Адрия продаются на официальном сайте, на маркетплейсах Озон и Вайлберис, а также в салонах оптики вашего города. Ссылки оставляю в описании. Там же вы найдете занятный калькулятор, который покажет экономию от перехода с привычных линз на корейский. Воспользуйтесь и примите правильное решение. Будьте здоровы и четкого всем зрения. Слушай, бывших же не бывает. Мне кажется, все происходит в момент, когда объявляют или корон на голову надевают, а потом уже неважно, есть контракт, нет контракта, отказалась или нет. Это же ощущение навсегда с тобой? Конечно, навсегда. Я не люблю отказываться. Это часть моей истории, это часть моей души. Безусловно, никогда не скажу, что это прошло, и давайте на это не обращать внимания. Нет, это будет всегда. С этого начались мои первые шаги в публичной истории, которые, конечно, я не хотела развивать, честно скажу. Я когда вернулась, я не хотела развивать публичную деятельность. Я поняла, что это немножко не мое. Я вернулась к педагогической деятельности, защитила кандидатскую диссертацию, начала преподавать. Я ощущала, что это мое, но уже такой путь был долгий пройден. Жалко было наработок предыдущих? Жалко было наработок, а потом ты понимаешь, что в этом что-то есть неестественное, ненастоящее. Я не стремилась к публичности, оно пришло само в мою жизнь. То есть, когда я уже сопротивлялась раз, два, три, и я поняла, что туда ведет жизнь, и там двери открываются, я уже думаю, ладно, все, я понимаю, значит, наибольшую пользу и для себя, и для своего развития, для окружающих я могу, наверное, сделать в этом качестве и в этой области. И как показывают мои знакомые, общения, мероприятия, все, что мы делаем, я вижу вот этот отклик, и я понимаю, что так оно и есть. Понятно, когда ты начинала свою карьеру, то есть публичность, она такая специфичная была, это нужно было попадать на федеральный канал, и не было социальных сетей, не было Ютьюба как площадки, это только оффлайн мероприятие и условно-центральное телевидение. Да, так и было раньше. Да, центральная пресса такая, федерального масштаба. Сейчас просто десятки тысяч, сотни тысяч девчонок, они ломятся туда. Но Энди Ворхов сказал, когда-то, это гений, я считаю, может быть, не в фигуративном искусстве, но как арт-человек сказал, 15 минут слабо будет у каждого. Это было сказано очень давно, так и есть сейчас. И, конечно, сейчас есть масса возможностей и вариантов проявить себя, обозначить свои способности. Ну, слушай, тебе вот это время наше быстрое и созвучно. Вот я наблюдаю, все хотят быстрых рецептов, волшебных таблеток, моментальной славы. Когда в Тик-Токе видяшку делаешь, она залетает на 10 миллионов. Никогда не было такого времени, когда ты можешь за час стать известным. А что тебе дадут эти 10 миллионов? Нужно понимать, что ты же делаешь это для себя, ты же не знаешь, как это тебе отзовется. Я скажу по поводу времени. Я очень современный человек и всегда двигаюсь в ногу со временем, но потому что у меня такая моторика. В юности спортсмен, и сейчас у меня хобби, спортивные танцы. Я сама люблю быстрый тип мышления. То есть человек еще не успел сказать, а я уже понимаю, что он мне сказал, и уже готовлю ответ. Так нельзя. Но у меня так работает мозг быстро. Если нам нужно, допустим, послать материалы, информацию, фотографию, договор, у меня тут же сделана фоксимилия, которую я могу с телефона сделать. Вот эта вариативность, она всегда должна быть, если человек хочет развиться. Ну, потому что быстрая реакция, она всегда была важна, а сейчас особенно. Иногда, допустим, поступает запрос, и тебе нужно быстро на него среагировать, чтобы получить этот договор, или чтобы с тобой продолжили. Иначе ты опоздаешь и больше никогда. Да, я по своей моторике такая. Я быстро мыслю, быстро собираю чемоданы. То есть этому меня научила школа милиции. 45 секунд у тебя есть на то, чтобы ты собрался по тревоге и выбежал на плац. И это мне в жизни тоже пригодилось. И кроме меня никто не среагировал, у нас была ситуация. И, конечно, вот эти навыки за 10 минут быть готовой, это очень легко. Но при этом ты умеешь играть в долгую. Когда ты решила продолжить академический вокал, тебе в одном из интервью ты сказала, преподаватель сказала, голос есть, он глубоко, надо доставать. Нам понадобится 7 лет. И Оксана такая, 7 лет, минимум, не проблема. Это единицы способные. Это правда, выдержать очень сложно. Но я сказала, что я попробую. Это вечность. Я просто бросала и много раз была в отчаянии, потому что это сложно. Ты не можешь добиться вот этого естественного звука. То одно, то второе. Это настолько тяжело потом разучивать эти произведения. А там мелодика другая, гармонии другие. Это не куплет, это припев. И, конечно, сначала плохо получается. И гениальность в этом смысле не у всех. Поэтому 90% это труд. Но мне нравилось. И я понимала, что все, думаю, все, все. У меня параллельных дел очень много. А сначала же это было для себя. Но получаю звонок то от концертмейстера, то еще что-то. И вот я понимаю, что жизнь не хочет, чтобы я прекращала. Думаю, ищу в себе вот эти силы, вот эти резервы и продолжаю. А потом, когда получаются первые плоды, это дает ресурс. Я поняла, я прихожу на программу, я так просмотрела сценарий. Все, говорит, ты готов? Говорит, да. То есть выстраивается энергетический вот этот поток совершенно по-иному. Во-первых, речь другая. Во-вторых, у тебя голос оперной певицы сейчас. Не светской леди, не девушке с подиума. Низкий проработанный. Я просто много же работаю с голосами. У меня было счастливое интервью с великой Еленой Образцовой. Вот я второй раз в жизни слышу такой голос, когда она заполняет абсолютно все пространство. Очень круто. Это мурашки. Да, Елена Васильевна, мы были знакомы. И когда я уже поняла, как это работает, как это раскрывает, я меняюсь, у меня другие ощущения. Я по-другому чувствовать стала людей. Я стала меняться. И из-за этого возник интерес. И, безусловно, был переломный момент в моей жизни, когда нужно было принимать решение выходить, ну, где-то, да, примерно это 7 лет было, выходить из учебного класса в профессиональную плоскость и получать образование. И вот я сказала, если действительно я пройду прослушивание, я поступлю, я всю остальную деятельность убираю постепенно. И так и получилось. То есть я закрыла свое ателье. Два года я его закрывала. Это сразу невозможно было сделать. Я тогда работала директором музея моды. Я не стала продлять контракт с Минкультом, с Московским. И постепенно я перестроила свой фонд на программы наши касательно классического и академического искусства. И я поняла, что раз мы работаем с детьми, и мне это интересно, и вектор моего развития будет двигаться в этом направлении, я и свои программы фонда на это перестроила. Но это все проходило постепенно, это не сразу. Звучит музыка. Конечно, все хотят быстрых результатов, но никто не хочет работать. А над собой эта работа долгая. Чтобы результат пришел и закрепился надолго, нужно потратить закон Вселенной. Ты не сможешь никогда получить больше, чем ты отдашь. Никогда. Если ты это получаешь, Вселенная все равно остаток заберет. Даже если у тебя за секунду будет 10 миллионов просмотров. Ты все равно будешь отдавать вот эту разницу. Отработать 10 миллионов. Рано или поздно. Поэтому всегда нужно вот этот баланс в себе понимать. Только вложенный труд и любовь, она дает адекватную тебе реакцию и адекватные плоды. Пусть они будут не сразу. Поэтому ровно столько, сколько ты вкладываешь своей энергии, ты от этого мира можешь взять. Больше не получится. Ну вот просто девчонки часто спрашивают всем публичным женщинам, таким проявленным, которые на своем месте, задают вопросы. И тебе тоже их, конечно, задают. Где вы берете энергию, откуда столько мотивации, как не сдаваться? Ну ты же важную вещь сказала. Ты 7 лет сначала впахиваешь с неочевидным, с негарантированным результатом. Конечно, да-да. Потом ты понимаешь, что нужно продолжать, чтобы выйти на другой уровень. Нужно впахивать до того момента, когда ты начинаешь уже первые плоды получать. И вот энергия результата тебе наполняет двигаться дальше. Но это годы. Вот я хочу, чтобы сейчас услышали те, кто нас смотрит, может быть, более там молодое даже поколение. Потому что, казалось бы, ну статус, красота, знакомство, связи, ну все есть. Все равно все через пахоту. Можно было бы и это использовать. Но я такой человек. Мы же видим только... Сумасшедшая ты просто. Точно. Это странно, это странно. Мы же видим только визуальную картинку и воспринимаем 90% информации глазами. Визуал. Слава богу, я сняла с себя. У меня есть человек, который отвечает за все, что связано с визуалом. Да. Ну хотя бы в какой-то степени. За кадром команда, конечно. Но смотри. А есть еще невидимая сторона, человеческая душа. Она же требует развития. Она же не может удовлетвориться тем, что есть. Это естественная потребность. Жизнь, это движение. И в душе всегда будет потребность к движению. Это в нас заложено от природы. И, конечно, нужно давать своей душе развиваться и двигаться. Конечно, кто-то идет с семимильными шагами. Кому-то больше от жизни дано и больше спросится. У кого-то менее активная аматорика и, например, более флегматичный и спокойный характер. Тот идет чуть более медленнее и сдержаннее. Но он все равно идет, потому что это внутренняя имманентная потребность нашей души. Мы должны куда-то идти. Мы должны какие-то хотя бы там, ну пускай они недостижимые, но цели маленькие шаг за шагом для себя ставить. А бывает так, что ты всю жизнь идешь, 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 а успеха достигаешь уже в зрелом возрасте. А бывает сразу у тебя в 20 лет, в 15, а потом ты весь ресурс зарасходовал, и уже в 40 лет ты не понимаешь, куда двигаться. Но на самом деле нет предела совершенства. Двигаться есть куда всегда. Вот сколько жизней ты прожила, я имею в виду профессиональных. Вот у меня есть такое выражение профессия второй половины жизни. Ты очень круто в одном из интервью сказала... Слушай, Шаляпин был прекрасным скульптором, он шикарно и писал картины. Огромное количество способностей у него было. Которую ты жизнь сейчас живешь, потому что ты так вдохновенно говоришь и о фонде, об искусстве, о пении, получив профессиональные такие образования. На какие этапы ты разделяешь сама? Сначала была служба, ну и, может быть, мой подростковый возраст. Я пробовала себя везде, на разные секции кружки ходила. Благо, что тогда было все бесплатно. От макраме до мореходки, народный танец. То есть я пробовала все. И для себя потом вычленила, что мне нравится. Я пела в школьном хоре, потом был период становления уже службы, получения профессионального образования. И, в принципе, я... Но там ты сказала в интервью, что это не призвание, это профессия. То есть ты сразу понимала, что это... Да, это профессия. Я поняла это на первой практике. Потом я стала искать вариации. Думаю, хорошо, тогда научная деятельность, она будет хотя бы более близко к моему характеру, к девушке. Потому что я не готова толкаться локтями. Я все-таки выбираю женственную, женскую позицию. Я уступлю. А, в системе нужно конкурировать, чтобы делать карьеру. Да, с самой собой я буду биться до конца, чтобы преодолеть какие-то зажимы или еще что-то. С внешним миром, допустим, мужская профессия или что-то, я лучше уступлю. Выберу какую-то для себя иную историю. Потом был процесс, когда я еще училась в аспирантуре, когда поступала... У нас в милиции называется адъюнктура. Я, помню, пришла поступать, принесла с собой список статей, которые я делала. Я занималась в научном кружке. Ну и начальник адъюнктура говорит, девушка, а вы, говорит, точно сюда пришли? Я говорю, а куда? Он говорит, а вам не в модельное агентство нужно? Я говорю, да нет, у меня вот смотрите, какой багаж. Он, конечно, обалдел тогда, Евгений Дмитриевич Проценко, помню его до сих пор. Он говорит, ну хорошо. Пророк, видишь, какой-то. Сдержанную. Ну хорошо, посмотрим. Я говорю, хорошо, посмотрим. А у меня выхода не было. Это единственный был способ остаться в Санкт-Петербурге и не возвращаться в Псков. И хоть как-то в течение трех лет обучения понять, ну вообще прощупать почву и куда дальше двигаться. И когда мы с ребятами говорили, с однокурсниками, они говорят, ну вот куда бы ты? Я говорю, я не знаю, я бы пошла работать на телевидение, например. И один парень говорит, ну так, Оксана, ты же отдаешь себе отчет, какой у тебя акцент, Псковский акцент. Реально, я не замечала, но на какие-то гласные или согласные был больше акцент. То есть всегда, когда человек приезжает из глубинки, всегда это слышно. Потом он стал выправляться. И за время учебы, ну я его так сильно не замечала. Хотя, когда я пришла работать на телевидении, никто мне даже слова не сказал, ни о каком акценте. Единственное, меня не очень радушно встретили, да, на съемочной площадке сказали, ну что у нас ведущих нет там. А профессиональных, типа взяли с улицы? Да, да. Мисселенную. Пришла красавица. А я смотрю, радуется только художник-декоратор, Александр. Я говорю, наш человек, мы с ним на одной волне. Все-таки творческий. И оператор, все. А остальные просто женщины были? Нет. Остальные женщины, да, но и женщины в возрасте. Уже тогда было 65 лет. И до сих пор мы с ними работаем уже 20 лет. И когда мы это вспоминаем, мы, конечно, с улыбкой, мы говорим, ну, Оксана, ну ты пойми. Я говорю, да что вы объясняете? Я говорю, для меня это была моя внутренняя проработка. И вопрос не в вас. Вы по-другому на эту ситуацию, когда уже менялись ведущие, я уже третья была за короткий период, вы как могли отреагировать? Только так. Они отнеслись просто, пришел непрофессионал. Конечно. И нам с ней сейчас нянчатся, а вот она красотка, в кадр надо посадить, там же задача была пап к экранам привлечь. Да, да, такая и была задача. Но это получилось. А потом, когда я уже попыталась, как сказать, уже продолжить из этой передачи, у меня же было три передачи сразу, потом уже, спустя какое-то время, то уже нет, меня не отпустили. Сказали, нет, все. А в следующем году уже 60 лет передачи отмечать. Поэтому здесь важно выбрать свое понимание. И я-то ни на что больше не рассчитывала. Конечно, я точно так же реагирую. Если, оказывается, человек, который приходит, и я понимаю, что с ним, ну куда, он вообще не знает, как соединить камеру, себя, героев, и еще в диалоге. Безусловно. Но время все расставляет на свои места, и не надо делать никогда быстрые выводы. Они мне сказали, два месяца максимум. Вылетишь, да? Да. А Александр говорит, нет, это останется надолго. Ну, бывает так. Почему не бросаешь спокойную ночь малыши? А сейчас это уже как семья. Я несколько раз попыталась, я думаю, ну ладно, даже не считаю, что это, допустим, точка роста для меня на сегодняшний момент. Она уже прошла. То есть я туда захожу, как вообще к себе домой, и чувствую себя очень свободно и органично. Я не умела работать с камерой. Вообще интервью давала очень так сдержанно, немножко сумбурно, неохотно. Это совсем другая история. То есть этому нужно профессионально учиться. Меня учила жизнь. Конечно, если ты начинаешь делать шаги в этом направлении, то лучше все-таки какую-то базу или какие-то тренинги, или что-то обязательно пройти. Но сейчас это уже не работает, это просто мы в ответе за тех, кого приручили, получается. Вот семья, вот это что-то большее. Им же режиссеру, некоторым артистам, им уже больше 85 лет. Я понимаю, что... Революции там не нужны. Да. Какой путь мы вместе прошли. И это получило отклик в моей душе. И я как-то вышла. Мне было очень тяжело. Первый съемочный день невероятный был. Но когда я приехала в Санкт-Петербург и уже проснулась, эмоции улеглись, уже чувство вот такое пошло спокойное. И я поняла, что эта программа... Я же была как еж колючий, вернулась только оттуда. Вот такая, с конкурса угловатая, стеснительная, совершенно интровертированная. Я не подпускала к себе в общении и в ближайший круг незнакомых людей. Общалась с ними на расстоянии. Ну, это и профессия, конечно, обязывала. Но и я такая. А она меня, эта передача, отогрела. То есть я почувствовала какую-то внутреннюю теплоту. Я стала вспоминать общение с героями. Я стала вспоминать вот эти наши мизансцены. Вот какая-то теплота во мне пошла. Когда позвонили, я говорю, ну, наверное, плохо было. Они говорят, ну, не идеально, но мы можем поработать. И я, конечно, приехала и через какое-то время приняла решение уже уволиться из органов внутренних дел. Когда уже мои студенты стали меня спрашивать, как там тот и этот. И я поняла, что уже становится... Слишком публично, очень много всего вокруг уже. Это стало превалировать, и я приняла решение. Хотя из системы было вырваться очень сложно. Как-то система, она держит человека. И вот разорвать эти священные узы, это нереально. Должна признаться, постоянные командировки. А за последний месяц, кто за мной следит, вы знаете, это длинная была поездка в Стамбул. Несколько визитов в Москву за месяц, даже за неделю. Конечно, выбивают меня из режима. Нарушается регулярность и длительность сна, приемов пищи и, конечно, тренировок. Сейчас у меня небольшая передышка, и сразу же я в такие моменты, как всегда, обращаюсь к FitStars. Постоянные зрители уже не раз слышали от меня об этой платформе для самых комфортных онлайн-тренировок в любом месте, в любое время по удобной для вас программе. На платформе представлены и тренировки для похудения, и занятия йогой, пилатесом, зубой, кардио. Подходящее направление найдется для каждого. В доступе почти 2000 тренировок. И все, что вам нужно, телефон или телевизор, но что больше нравится, чтобы смотреть и повторять. Все тренировки небольшие, от 7 до 30 минут. Так что время выделить точно можно. Не забываем также, что спорт полезен не только для нашего тела, но и для ментального здоровья. Вряд ли можно найти более экологичный и полезный для здоровья способ борьбы со стрессом. Я люблю пользоваться еще и разделом питания, и вносить разнообразие в свой рацион. Вам также рекомендую это делать. Вы знаете, что я пользователь безлимитной подписки, так что мне доступны еще и обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой. Для тех, кто тоже хочет решиться приобрести безлимит навсегда, Фитстарс приготовил подарки. Вручать их будут запройденные тренировки. Классный стимул. Что вы можете получить? Гайд рациона питания на неделю. Диагностическую сессию от нутрициологов. Также фирменный фитнес-коврик, Фитстарс и умные весы. Акция действует до 31 октября, а тренировки можно будет выполнять и засчитывать в вашу подарочную копилку аж до 21 ноября. Девчонки, успевайте вступить в наши спортивные ряды, тем более, что по моему промокоду 24 часа для вас действует скидка 70%. Промокод указан на экране и новитка от Фитстарс. Беспроцентная рассрочка. Первый платеж всего 1997 рублей. Дерзайте! Дима Маликов в одном из фильмов про тебя смотрел и классно сказал, что вот красавиц много, а с такой интересной судьбой, это, конечно, единицы. Очень эклектичные роли, которые между собой, казалось бы, плохо соединяются. Вот возвращаясь к тому, какую по счету ты жизнь живешь профессиональную, какая из твоих ролей сейчас главная? Мы маму, жену отставляем? Это такие высшие, так скажем, ценности. Это не роли, это природная такая функция женская, потому что на ней эволюционное развитие этого мира, и, безусловно, она дает жизнь, потому что на женщине колоссальная ответственность и правит миром женщина. Но нужно править мягко, очень так вот... Чтобы кое-кто думал, что это они главные. Чтобы никто и не подумал. Все-таки лебедь, рак и щука, это не совсем у меня такое было тоже в жизни. Небольшой период, несколько лет, но все равно я поняла, что меня разрывает от многозадачности. В этом коллективе я должна благотворительность, там госслужба, а здесь бизнес. У меня было три абсолютно разных формата мышления, потому что разные основы и фундаменты этой деятельности. И я иногда понимаю, что я не переключаюсь. Нужно было все это привести в единое русло. Когда человек тотально соединяет все свои внутренние, внешние ресурсы, круг общения, навыки, цели в одно русло, этой энергии просто нет конца. Это бьет ключом. Вот ответ на вопрос, где брать энергию? Надо соединить. Когда тотально ты соединяешь все в одной точке. То есть ты выбираешь стезю. И даже если у тебя бывает ответвление, то на чуть-чуть, например, там получить. Ага, ты понимаешь, что здесь у тебя в этом есть потребность. Хорошо проработали, вернулись в свою вот эту историю. То есть нужно выбрать то, что ты делаешь с любовью. Пускай это на сегодняшний момент. Так не сложилось у меня сразу с музыкой, как бы я ни хотелось. Я, видимо, должна была пройти эти этапы. Но когда ты уже понимаешь, что ты можешь, у тебя есть ресурс это делать. И есть желание лучше все-таки направить все в одну струю. Хотя многие артисты, прекрасные художники, скульпторы, кто-то играет в футбол, занимается фотографией. Есть у каждого моменты переключения. Когда ты, например, даже из своей любимой деятельности чуть-чуть получаешь где-то в другой области, новые какие-то когнитивные связи, общение. Для меня это танцевальная деятельность. Совсем другая история, но она мне помогает и в моей этой стезе владеть собой, владеть какими-то другими мышцами. Поэтому лучше, когда все сходится в одной точке. Тогда вы максимально проявлены. И вы заметны, и это чувствуется. И, конечно, лучше, когда это идет от вашего сердца. Не от ложного престижа, не от того, что это надо, не от того, что так хочет папа, мама. Пусть это будет на каком-то этапе, но вы все равно вернетесь к себе. Потому что ваш сценарий, он особенный. Но бывает так, совпадают. Например, Прокофьев рано стал писать свои произведения, и мама это увидела. И она увидела безумное рвение к музыке. Чуть-чуть сдерживала его, чтобы он не перегорел. Вот она была молодец. Она дозволяла чуть-чуть, чтобы у него всегда была недостача. Игры на фортепиано, чтобы он не выгорал эмоционально. Потому что, когда человеком обладает страсть, а без нее тоже сложно добиться результатов, то происходит выгорание. Все должно быть в гармонии. Музыка главная для тебя сейчас. Да, музыка и работа с молодыми артистами. Мы проводим конкурсы. И также я соединилась с телевизионной деятельностью. Я снимаю телевизионный проект, который мы размещаем на YouTube и на платформах. Это моя такая журналистская работа, которую я включила и вкрапила вот в нашу академическую стезю. Но мне интересно. И потому что голос и разговорная речь, они несовместимы. То есть если ты поешь, говорить нельзя. И когда я даже приходила на занятия, я долго не могла найти вот эту гармонию. Где-то 40 минут уходила на то, чтобы восстановить вот этот баланс после разговора. Какая-то эмоция пошла, что-то не понравилось, тут подзажались. Тут потом ты это чувствуешь, а уже урок прошел, уже 45 минут прошло. Поэтому здесь важно сохранять вот этот баланс. Вообще жизнь вокалиста, это сложная жизнь. И жизнь музыканта. И, конечно, больших денег она не приносит. А я сейчас понимаю, может быть, мне нужно было разрешить все свои бытовые вопросы для того, чтобы всецело позволить себе заниматься тем, что я хочу, и двигаться на другой уровень. Я хочу вот к девчонкам обратиться, которые нас сейчас смотрят. Это вы поняли, что у вас сейчас бесплатный тренинг от Оксаны Федоровны все время. Я вообще ни разу не ковы. Да, но именно за этими вопросами обращаются. И как найти себя, и как почувствовать, что твое, и как не сдаться посредине пути. Мы про все про это поговорили. И вот сейчас вот оцените просто красоту и глубину момента. То есть, казалось бы, тебе сложно не позавидовать, давай вещи своими именами называть, и кажется, что тебе что-то... Так завидую. Может даться легче, чем другим. Вот такая прекрасность, что даже с зависть не работает. Да, но сначала нужно, было, простите меня, там, да, три десятка лет делать что-то одно, что, да, ты делаешь с полной включенностью, вовлеченностью, образованием, глубиной, отдачей, но знаешь, что это тебя только-только ведет. И вот сейчас, когда все бытовые потребности закрыты, когда столько пережито, где-то там ошибалась, делала дело, сейчас можешь себе позволить заниматься тем, к чему тебя вот судьба вела и готовила. Как ты слышишь свой внутренний голос? Чьим голосом он звучит? Вот мы уже говорили про связь с высшим источником, про этот путь. И вообще, верующий ты человек или нет? Да, я верующий человек. А в оцерковленный? Да. И все мои главные периоды в жизни я проживала вместе с Богом в монастыре. Иногда, ну, два года назад ушел мой духовник. Конечно, большую трансформацию. Я уже позже пришла к этому, не сразу. Он помог мне сделать в жизни. Ты его искала несколько лет. Да, пять лет. Ответы на какие вопросы ты не могла найти без него? Ответы есть. Есть в житиях святых, в Патерике, в Библии. Все есть. Но эти ответы должны стать тобой. И ты должен через себя их пропустить и воплотить в действие, в жизнь. Вот это сложно. Это все, казалось бы, просто. А жизнь тебя так ставит, что неудобно так, духовно слаб, чтобы пойти по этому пути. А отказаться, например, от каких-то там привязанностей. Да. Не обязательно это в личном. Кто-то любит хорошо поесть, выпить, поспать. Мирские страсти всем знакомы. Все равно они есть. Кто-то завидует, кто-то бездействует, кто-то в унынии. Да, раздражается. Конечно. Уныние. Много-много моментов. И, конечно, он мне помог пройти вот эту внутреннюю трансформацию. И я понимала, что я не смогу. Одна? Нет. Наверное. А как ищут? Как ищут? Ты просто запрещаешь церковь. Я молилась. У меня просто много друзей. Я приезжала иногда в Сергеев Посад, и мне один батюшка, который мне нравился, он говорит, нет, Оксан, я просила, он говорит, тебе зрелый нужен человек. Я могу помочь, но вот тебе нужен все-таки духовник с таким большим служением, чтобы это было действенное. Я говорю, а как его найти? Он говорит, найдешь. Если ты об этом думаешь, молишься, и это идет изнутри, обязательно придет время, ты его найдешь. И действительно такая ситуация сложилась. И я поняла, что все-таки, когда ты с детства, это другой вопрос. Тогда легкой помощи тебе хватает, поскольку ты уже в этом рос, ты уже там, допустим, ходишь в храм с родителями, какие-то основные моменты у тебя заложены внутри. У меня это было все с чистого листа, я вообще была... А в какой момент ты обратилась в криаре? Ну, где-то в районе 30 лет, 29, может быть. Что тебя заставило? Это же, ну, недостача как будто чего-то. Знаешь, говорят же, мы идем в церковь. Нет, это просто подходит. У меня началось приблизительно с 25 лет, когда ты начинаешь первые вопросы себе задавать, а смысл? То есть что-то должен сделать, а не у каждого есть. И не обязательно это через страдания. Кто-то идет через страдания, кто-то идет через мозги, кто-то идет через душу. Я просто после победы в конкурсе я вернулась, думаю, а что, а для чего вот это нужно было? И вот какие-то мировоззренческие вопросы. Думаю, раз я вернулась, ага, могло бы быть и так. А здесь я начала преподавать. А мое ли это? Я почувствовала, что действительно самосознание стало расти, и я понимаю, что мне это интересно совсем другое. И когда я уже стала честна с самой собой, я понимала, что я всю жизнь посвятить службе в органах внутренних дел не смогу. А потом еще крестную Лизы, у нас священник, а я с ним выросла в Пскове. Иногда приезжала в Псково-Печерский монастырь, и мы много часто с ним говорили. Он говорит, все придет, не торопись, все постепенно, оно должно ужиться, устаканиться. Ты сейчас не готова. И, конечно, что-то надо почитать для начала. Постепенно, постепенно. Видишь, это же тоже благословение наставников. А потом я узнала, что у меня большой вклад сделала моя программа, которая вела «Субботник». У нас был режиссер, верующий, очень. Я несколько лет вела, даже об этом не знала. А потом, когда мы заговорили, он говорит, ты здесь в храме была? Я говорю, в Москве нигде не была. Он меня отвел в храм Ильи Пророка на Обыденском переулке. Там есть икона «Нечаянная радость». И эта икона тоже сыграла большую роль в моей жизни. И как-то вот так постепенно, по крупицам, по крупицам пришло понимание. И не могу сказать, что я соблюдаю каждый пост, каждое воскресенье у меня получается ходить в храм. Такого не бывает. но максимально, что я могу и этот внутренний диалог, безусловно, с собой и какие-то вещи, которые действительно являются церковными. Это десятина, это то, что я делаю и по сей день. Сколько мы уже помогали храму. Много ситуаций. И потом же вера, она складывается не только из похода в церковь, а из твоего отношения к людям с любовью, из твоих поступков, которые ты можешь, поднявшись над своими, не знаю, слабостями, совершить. Она в действии проявляется, когда тебе неудобно, когда ты затрагиваешь свой ресурс. Духовное и материальное соединять сложно, про это тоже много люди говорят. Нельзя сказать, что ты в полной мере светский образ жизни ведешь, хотя, повторюсь, все для этого есть и все сделано. И вот вы раз в год делаете грандиозное событие, да, женщина года, но это все очень избирательно. Это всегда узкий круг, это всегда такие артисты, которые друзья. Это, ну, очень выверено все. Твои появления в публичности тоже единичны. Ты живешь своей жизнью, делаешь... Мне просто некогда. Тебе некогда, неинтересно и так далее. Но все равно, глядя на тебя, выверенный стиль, красивая, дорого одетая. Есть ли какой-то в этом диссонанс? Потому что, знаешь, вот грубые выражения, трусы наденели, крестик снимешь. Глядя на картинку, люди, которые глубоко не думают поверхностно, ой, да сидят там, две разоделись в президентском номере в Диоровских пиджаках и про Бога рассуждают. Есть? А почему нет? Вот. А почему нет? Мы же разоделись для зрителя. Да. Мы же должны радовать глаз и... И это часть работы. Если мы, мы когда приходим домой и снимаем с тебя все это, я рассуждала на эту тему, я думаю, а вам бы было приятно, если бы я была несобранная, была непривлекательная, неинтересная, когда мне нечего было сказать и чем поделиться. Конечно, нет. Другой вопрос, как ты к этому относишься, если для тебя эта игра... Если это самоцель, то это понятно. Да. Вот. Мы сразу это упускаем. А в том, что быть ухоженной, в том, что зарабатывать хорошо, в этом нет никакого стыда. К этому все стремятся. Когда тоже и батюшки задавала этот вопрос, какой выбор, он говорит, но не все поставлены для служения. Именно в храме условно. Конечно. Есть люди, которые на 100% отданы Богу. Даже, по-моему, в Библии это и написано. Кто-то, допустим, белое монашество, они могут быть женатыми, иметь семью. Да, черные не могут. Да. И есть мирские люди, которые, выполняя свой долг, но они тоже могут быть верующими. Если у тебя такая потребность скрыться, ото всех пойти, помолиться наедине с Богом, чтобы тебя никто не видел, это один вопрос. Есть потребность, когда ты своим примером собираешь вокруг себя единомышленников и показываешь, вот так надо. Вот когда говорят, что благотворительная деятельность должна быть сокрыта от глаз, есть моменты личностного характера, которые вообще никто не знает. Но есть, чтобы привлечь людей, чтобы сделать большое дело в одиночку и маленьким кругом. Невозможно. А когда ты вовлекаешь большое количество людей и которые по чуть-чуть, допустим, настолько, возможно, вовлекаются в это, так вы можете горы свернуть. И об этом нужно говорить, о благотворительности. Просто для себя четко понимать свою внутреннюю мотивацию. Поэтому я не стесняюсь, что я сегодня на каблуках, сейчас пойду сниму, надену платок и пойду в храм, поставлю за нашу прекрасную передачу свечку и поблагодарю Бога. Нет диссонанса. У меня нет в этом диссонанса. Благодарю тебя за твою твердость, за вот эту выверенную позицию. Я те же самые вопросы батюшки задавала, и это сложно сопрягать. Публичную профессию, женское красивое проживание, где-то любовь к нарядам, где-то желание. Это наша страсть. Быть красивой. Безусловно, это страсть, но это можно повернуть в русло полезное. Бог все видит, как я чувствую. Ему ничего не надо. Самое главное, что нужно Господу, это научиться любить людей и научиться любить, кто рядом с тобой. Вот это сложно. Вера и все вот эти посты, молитва, обряды нацелены для того, чтобы стяжать смирение и научиться любить людей. Если в человеке это есть... Без аскезы можешь, без такой строгой. Конечно. Потому что строгую аскезу не все могут выдержать. И Господу она от человека, который не может ее выдержать, она не нужна. Вот его задача найти что-то такое малое, за что он может помиловать того или иного человека. Найти в нем что-то хорошее. И это всегда найдется в любом. Не нужно идти на подвиг, проявлять эту аскезу так, чтобы потом ты не выдержал и еще хуже упал в своих мыслях о себе, в унынии. Бог милосерден. Конечно. Ему нужна просто сердечная любовь. Все остальное он покажет из обстоятельств жизни, как тебе поступить. Есть моменты там совсем приличия, за которые я не позволю себе уже выйти, безусловно. Но это просто как-то не вяжется с моим внутренним ощущением. Обнаженные фотосессии, например, невозможно сейчас? Нет, да. И никогда не было возможно. Это то есть феноменально сделать карьеру такую? Хотя я к этому отношусь очень спокойно. Я не осуждаю. Понимаю тебя. Но это искусство. Снять красивое тело это искусство. Мне нравится. Но вот внутренней потребности и проработки у меня в этом ну и не было наверное никогда. Тогда мешала милиция. Да. Потом дети сейчас мое сознание не видят в этом необходимости. И как-то вот... Пропустили. Не было у Оксаны периода, когда она была готова к отношению ты понимаешь, у меня был выход в купальнике на весь мир. Поэтому мне этого достаточно. Галочка поставлена у тебя за нас всех. Не могу не спросить про красоту. Знаешь, вот тоже такой философский же разговор, что это дар, это бремя, это и то, и другое. То есть бегунок все время движется. Ты в одном из интервью сказала, что красота должна дозреет, настояться. И часто мы в юности гадкие утята, хотя потом мы раскрываемся в прекрасных женщин. Ты когда поняла, что ты истинно красива? Вот именно вот эту вот самоценность, самоубежденность? Я скажу. Только сейчас. На буквально последнее время. Не тогда, когда корону надели? Нет. Не тогда, когда тебя разрывали там на части СМИ? Я скажу сейчас, объясню свое ощущение. Мне всегда говорили, что я красива. И в школе, в университете, и во дворе. Всегда я была яркая, мне назвали большая птица, я все время летала, летала. это объективный факт. А вот вопрос самоощущения. Я приходила домой к зеркалу, ну вот, допустим, когда какой-то комплимент получу, или кто-то придет из гостей, к маме скажет, подхожу, думаю, я не ощущаю себя, я даже смотреть на себя не могу. Нет вот этой связи, с собой ее нет. Я не знаю, почему. И вот через музыку, как в моей жизни сложилось, я это ощущаю. Через музыку, я иду через тело, через работу со своим телом, я ощущаю свою красоту изнутри. Когда внешность соединяется с внутренним посылом. И это особое ощущение. Я помню, мне педагог, она говорит, ну ты видишь, у тебя губа, ее надо направить. Допустим, упражнение, вот сюда, чтобы звук. А у меня губа вообще не двигалась. Никак. Я даже на себя смотреть не могу. Я не могла петь в зеркало. Она говорит, смотри и направляй. Я говорю, я не могу. А сейчас для меня это не составляет труда. И этот процесс вот этого принятия себя и осознание по-настоящему что-то красивое с внешностью имеет связь, но не стопроцентную. То есть внутренняя красота рождается от женщины, когда она учится любить себя, когда она понимает, что в ней источник всего, в ней жизнь, в ней ее женственность, в ней заключена большая сила, интуиция, гораздо больше, чем у мужчин, которым она свой вот этот потенциал, когда она обнаруживает, то мужчина рядом с такой женщиной счастлив. Поэтому до этого была борьба с собой. Это сейчас сенсация. Сидит мисс Вселенная и рассказывает, что только несколько лет назад я и моделью работала, не ощущала. То есть это все было не прожито. То есть я ощущала как-то на уровне логики, на уровне головы, а чтобы сердцем это принять, нет. Смотри, получается, это только изнутри. То есть мужчины бились за тебя, предлагали, ухаживали. Ну, все эти знают случаи, как Дональд Трамп к тебе подкатывал, будучи совладельцем компании, которая конкурс проводит непосредственно. Какую роль в самоощущении женщины красивой играет мужчина? Может быть, никакую ты мне скажешь. Это наша внутренняя работа понять, что ты красивая, почувствовать это и раскрыть. Ты раскрыла через пение. Да, через работу со своим телом. Какая роль мужчины, их комплиментов, их внимание к тебе в ощущении себя красивой? Женщине нужна эта энергия. Женщине нужно одобрение, ей нужно внимание. Она как роза тогда расцветает, но источник не в мужчинах. Он не может идти от них. Бывает, что мужчина так любит, что он дает своей женщине ощущение того, и она в это верит, что она самая лучшая на свете. Так бывает тоже. Но на самом деле женщина должна сама в себе... Это небезопасно. Он сегодня любит и завтра разлюбит. Изначально найти. Женщина, которая любит себя, от нее не уйдут. Нет. Она найдет возможность, как поделиться своей энергией с мужчиной. Наверное, начинать нужно с проработки себя. Во-первых, понять свои сильные и слабые стороны. У кого-то это грудь, у кого-то ноги, у кого-то плечи, драконистые, у кого-то волосы. Ага, вот это мое достоинство. Понять, какие недостатки есть у всех. Абсолютно. Даже у супермоделей. Что в себе не любишь? Ну скажи, ну сделай всем женщинам подарок. Что в себе не любишь внешне? Не знаю. Хитришка какая. Я не знаю. Теперь уже все люблю. Были моменты, когда мне не нравились ноги, потому что они у меня очень гибкие и в разные стороны выгибаются. Но у меня это ощущение прошло, когда я пришла заниматься танцами. Мне не нравилось, знаешь, что в себе осанка. И это тоже исправило танцевальная деятельность. Я все время была сутула. Вот это мне не нравилось. И мне мама с детства не сутулься, не сутулься. Я была высокая, и мальчишки не хотели со мной дружить. А у нее были маленькие, я сгибалась. И вот этот комплекс, он у меня долго-долго сидел во мне. А для того, чтобы петь, у тебя должна быть ровная открытая спина, чтобы ты могла вот эту энергию пропустить через прямой позвоночник. Что еще девочкам сделать, чтобы полюбить себе? Вот. Понять свои недостатки, понять, какой тип фасона тебе идет. Например, кому-то идут платья под грудь, а силуэт, мне идут более строгие, прямые линии, без всяких рюшечек. То есть понять, в каком образе вы себя чувствуете хорошо и какой ваш фасон. И уже в этом ключе подбирать одежду. То есть понять свои цвета. Это же так интересно. Понаблюдать, поизучать себя. Потом, наверное, обязательно у женщины должно быть хобби. Должны быть встречи с подружками, где просто можно отключиться. Бесловутая женская энергия. Да, отключиться. У меня был период, когда этого не было, а я потом поняла, я себя многого лишила. Иногда, не постоянно, но это должно быть. Ты в эти моменты живешь, ты чувствуешь легкость. Мужское внимание должно быть, безусловно, но это не должно быть закрытием твоих пробелов. Вот когда ты понимаешь, что ты идешь навстречу, на ужин, для того, чтобы закрыть свою внутреннюю несостоятельность или что-то еще, в чем ты не уверена в себе, вот этого быть не должно. Это должно быть таким естественным продолжением того, что ты себя принимаешь, любишь, и ты уверена в себе. А если вот скрыть одиночество, доказать себе, что ты все-таки достойна внимания, оно и так будет. Но опять же, это вот самодостаточность простроить изнутри. Это внутри вот здесь, когда рождается вот это вот даже ощущение вот в животе, когда ты чувствуешь. У меня такое бывает, когда деятельность моя, допустим, после концерта, когда я вижу, что я даже соснуть не могу, насколько я наполняюсь вот этой энергией внутри. Это даже физически ты прочувствуешь. И потом, очень важно не держать в себе, если что-то не получилось, какой-то диалог, мы почувствовали в себе зажим, продышите это, это нужно проработать в ванную. Это нужно из себя достать, пропотеть, пойти на спорт, побить грушу, подушку, все что угодно. Нужно вот в себе вот этот момент уловить. Ну и легкость. Женщина, которая все знает, все умеет, все прошла, неинтересна. Всегда должно быть удивление от жизни. А вот так бывает? О, как здорово! Человек навсегда молодой, когда в жизни есть что ему показать. Он готов быть легким. Я когда готовилась к интервью, смотрела твои записи предыдущие, конечно. Очень много восхищенных комментариев, совершенно справедливых, о сочетании интеллигентности, ума, речи, подачи, миссии твоей. И все равно каждый десятый или каждый пятый время никого не щадит. Оксана уже не та, а вот на, когда была мисс Вселенная, одно, а сейчас такая же, как все женщины. Да у нас в автобусе таких каждая вторая. Да слава богу! В том-то и дело. Тебя же это не может уже ранить. Когда-то было такое, что это тебя ранило, что это было больно. Я тебе скажу больше. Это писали и тогда, когда я выиграла конкурс. Просто не в таком ключе, что времени никого не щели. Господи! А вы посмотрите! А еще, когда я поехала на конкурс, он говорит, ну, Оксана, ну ты же видела себя в зеркало? В сопроводительном тексте мне сказали в организации. Говорит, ну если ты войдешь в финал, это высший результат, а ожидать нельзя. И вот я прорыдала весь полет 13 часов. Поддержали, молодцы. Поддержали, да. Но когда я вышла, я поняла, что уже связи со своим, как нет пророка в своем отечестве, уже со своей землей не работают. Я могу быть какой угодно. Я переоделась, накрасилась, выхожу в 3 часа ночи такая счастливая, довольная. И мне потом организаторы сказали, все обалдели, что ты такая вышла прям на позитиве. Хотя никто не знает, как прошел этот полет. Еще драка была там с кровью. И в общем... Слушай, отрезало это просто и все. Время, оно... Слава Богу, что я уже не та. Я другая. То, что я сейчас проживаю, тогда я не могла это проживать. И я абсолютно счастлива от того, как я выгляжу, от того, что происходит в моей жизни. А есть моменты, над которыми всегда нужно будет работать. Это держит нас в тонусе, так скажем. Это точно. Пишите еще, девушки. Пожалуйста, пишите еще. Дорогая, слюбе тебе. Спасибо огромное. И у нас есть символ проекта. Это ювелирный дом Тулупов. Мои земляки. Прекрасная компания, семейная ювелирная. Специально для всех героинь проекта не принято обсуждать. Ко мне приходят обычные девчонки, рассказывают о своей судьбе. Мы создали такую слезинку из розового кварца, как символ женского такого проживания. Потому что мы иногда и поплакать, и от счастья, и от горя. И у каждой девочки, которая доверительно рассказала свою историю на большую аудиторию, у каждой героини нашего проекта, есть такая слезинка. Для нас будет большой честь, если она будет и у тебя. Спасибо. Это тебе, дорогая. Ой, очень тронуто. Спасибо. Невозможно, конечно, наговориться. Девочки такие девочки. Да. Я тебя не спросила про цель за пределами жизни. Она ведь у тебя наверняка есть. Те, кто знает свой путь, а ты его точно знаешь, и ты много прошла. Не знаю. У меня даже в инстаграме девиз хочу, чтобы мир звучал более красиво. Подписывай. Безупречно. Можно я тебя обниму? Хорошо. Спасибо тебе за интервью. Приятных собеседниц и собеседников. Я не знаю, есть у вас... Да, мужчины есть, но их меньше. Все-таки они не настолько расположены открывать сердце сокровенное. У нас же такой проект на искренности основан. Есть мужчины. Это прям бриллианты приходят. Но вот мы с женщинами тоже держим вот этот проект. Они смотрят нас. Я знаю точно. Музыка. 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 Музыка.